доброго вам времени суток дорогие друзья любители шахмат здесь на ческами с вами говорит снова гроссмейстер алексей ярмалинский заключительный репортаж с аэрофлота совершенно удивительные удивительный поворот событий и совершенно неожиданный победитель турнира 14-летний международный мастер из азербайджана айден сулейман лей ну мы привыкли к сюрпризам конечно арофлот всегда был богат на такое дело и мы помним победителя прошлогоднего турнира кайдо кулаутс в возрасте 42 лет если не ошибаюсь добился самого большого успеха своей карьеры сейчас качели качели качнули совершенно в другую сторону и вот 14-летний молодой шахматист одержал совершенно фантастическую победу и теперь ну конечно мы будем следить и смотреть как он будет играть дальше но очевидно что такой результат это показатель незаурядного таланта и давайте посмотрим партии победа была добыта на треске с шестого по восьмой тур когда айден выиграл три партии подряд сегодня он даже не то чтобы устоял против своего соотечественника и лидера турнира с первого тура буквально рауфа момента в общем-то партия как-то даже можно сказать не состоялась позиция получилась примерно равная и противники решили не рисковать хотя в принципе в такой ситуации моментов то знал что он по дополнительным показателям уступит поскольку лишняя партия белыми вот я ему накаркал я сказал что все было хорошо только вот лишняя партия белыми была варауфа так и получилось в заключительном расположение вот здесь давайте посмотрим это фотография айдына но все-таки она по моему с прошлогоднего чемпионата среди среди юношей ну в общем серьезный молодой человек так вот что у нас получилось значит два еще шахматиста сумели догнать и включиться в этот дележ победами в последнем туре это аравинд и джима баев кстати отметил что джима баев здорово играл в турнире аравинда как-то пропустил оба они одержали хорошие победы и тоже набрали шесть половина очков вот показатели недостаточные по тайбрейку чтобы выиграть турнир ну все равно хотелось бы поздравить всех победителей турнира также вообще всех шахматистов они боролись вот алексей александров тоже ведь ветеран кулаутс можно сказать по-своему снова приятно было видеть ветерана и игравшего очень хорошо он сегодня заключительную партию выиграл в каком-то удивительном меншпеле два слона и конь против влади он все-таки измотовал алексея сарану и вот набрал шесть очков в общем всех поздравляю но давайте вернемся к партиям значит в шестом туре игралась партия между васи фонду рабели и против айдыны солейман ли с васи фон я знаком поскольку он учился а может еще до сих пор учится в вебстере это университет сент-вуэси там программу ведет жужа полгар и я приезжал довольно часто приезжаю на ее турниры и вот два раза играл там с васи фонду раз он обыграл но борьба была не шуточной особенно в первой партии но я в общем то заметил что он шахматист конечно очень очень сильный и никогда не уклоняется от сложной борьбы ну так вот что у них было значит этот характерный для современной теории вариант с ходом е5 который немало принес вообще переживания и горя поклонникам защиты каракан включая меня самого и общем-то партии не так много проиграл в каракане но почти все которые я проиграл я проиграл вот здесь как-то трудно здесь играть черными ну такая французская структура в общем-то разные здесь планы пробовались когда-то раньше когда все это начиналось черные всегда играли c5 но потом возникли там трудности некоторые была знаменитая партия гельфанд карпов еще в их претендентском матче в индии в девяносто втором году и вот с тех пор в общем проблема проблема черных потом черные пробовали играть по-другому и до сих пор пробуют там коней на d7 и е7 даже а6 g5 там было много партий федосеев так играет в общем там все-таки позиция стесненная но вот возвращение к ходу c5 и на этот ход ферзь b6 но это не новинка так уже так уже игралось и белые отвечают ходом конь c3 ну вот часто бывает что пешка c сначала идет вперед потом конь выходит но в этой ситуации белые играют на развитие и у них всевозможные идеи связаны с даже с выходом коня на b5 но вот конь c6 было сыграно это правильный ход на b2 еще бить рановато но здесь если белый рокируется то черные смело берут поскольку в ответ на ход конь b5 у них есть замечательная позиционная жертва ладьи но наверное конь этот все-таки не вернется главное что они забирают на c2 и атакует эту но если ладья белая выходит на b1 то она попадает под атаку а оставшиеся белые фигуры два слона и конь c3 никак не могут включиться в общем это все неплохо но у белых есть ход ферзи один который сергей карякин играл он выиграл партию по моему тухаева несколько лет назад тут очень сложно и в общем наверное вдаваться во все это не будем васив вообще-то он не теоретик он играет в свои шахматы поэтому ну наверное этот ход можно было от него ожидать конь а4 но здесь позиция принимает французскую совершенно структуру центр закрывается и белые идут за за слоном ну правильно да когда мы говорим о французских структурах каракане слон то все-таки выведен на активную позицию белые часто очень за ним охотятся но здесь вот так конь выходит на c5 и получилось совершенно какая-то чегоринская позиция два коня против двух слонов вспоминается конечно знаменитая партия ласкар чегорин вот сложная здесь борьба честно говоря следующий ход b4 который кстати является новинкой он мне не нравится поскольку мне кажется что белые не на том фланге начинают игру может быть я под влиянием результата партии но как-то рокироваться черные конечно играют b4 ферзь c2 на это выглядит немножко более логично это уже встречалась была партия бартелл против адмирала в прошлом году сложная была борьба белые пошли в 4 но мне кажется все таки белые в более правильном направлении здесь действует поскольку ну пешка c3 еще пока защищена то есть особенных проблем на ферзевом фланге нет но после b4 уже всю эту конструкцию держать очень трудно слоны все-таки для этого не приспособлены но разумеется можно было пойти ферзь c1 что наверное было более надежным ходом перейти в эндшпиль здесь белом помогает то что в ответ на а5 у них есть штыковой контрудар а4 без него было бы в общем довольно тоскливо здесь ну наверное черным придется играть ладья b8 пешки разменяются на ферзевом фланге ну у черных то проблем никаких нет очевидно это но может быть белые могут удержаться но васильф не такой шахматист он пошел в ферзь c2 конечно сохраняя ферзей и собираясь отвести слона на c1 а потом атаковать ходом а4 на это время реально не хватило черные немедленно ударили в центре ну дела белых довольно плохо здесь как то вот здесь у черных был очень неплохой ход f4 который скорее всего вынудил бы вот защиту такую же но здесь здесь дела хуже обстоят поскольку на d4 пешка теряется черных очень мощные кони белые слоны ну вообще вынуждены отступать скажем так но сыграно это было ферзь бед b4 и опять что довольно логично но здесь васильф который никогда вообще оружие не складывает он нанес контрудар а4 это наверное единственный ход подрывая черную пешечную цепь ну в общем f4 сильный ответ снова значит идея в том что выиграть пешку на d4 но здесь белые отдали фигуру и получилась какая-то совершенно невероятная структура ну вот этот ударный кулак из пяти пешек черная проходная пешка на c3 вообще подобные вещи вот в варианте на ты бум иногда встречаются тоже вот такая дикость совершенно то есть структура пешечная невероятно количество проходных просто превышает все санитарные нормы разобраться здесь очень просто очень непросто ну такой ход был сделан вроде бы черный ферзь может быть в опасности но всегда можно конечно прийти на d2 но не хотелось идти в эншпиль поскольку в эншпиль и белые могут заберут эту пешку на d2 и сохранять все свои пять вот этих это неживательно поэтому правильное было решение продолжать борьбу в металешпиле ну вот здесь очень трудно понять что тут делать ход слон c4 выглядит логичным но теперь пешка c2 не только жива но она и создает тактические проблемы разумеется черные собираются наверное пойти ферзем на c3 атаковать этого слона еще это для слона не просто поле найти но я не знаю какой здесь был лучший ход поскольку здесь наверное лучше слышать не меня а компьютер компьютер говорит ходи просто а4 ну может быть действительно в общем белые пешки ну пройти в ферзи не могут пока но я не знаю конечно раз компьютер говорит что у черных выиграны ну ему видней ход ладья ладьёй на d8 может быть более человеческий ну все таки поставить коня на d5 перекрыть этого слона ну пешки b и c может быть как то с ними можно разобраться но здесь ну опять же бить плохо на d3 поскольку пешку c2 терять нельзя здесь вот так развернулись события очень неожиданно вот эти возвращения слона ну честно говоря большинство шахматистов наверное потратили бы все время для того чтобы найти эти ходы и все равно не понимали бы зачем они сделаны ферзь c3 все по плану теперь размен опять же нужно сохранять пешку на c2 и вот белый использует отвлекающий фактор пешки b ну то есть ладья b8 то было сыграно поскольку ну как то это самый логичный ход и вот здесь Василь вдвинул вперед e6 ну то есть он продолжает играть интуитивно и в атакующем ключе что в принципе вроде бы правильно но вот в этом в этой партии как то не сработало дело в том что черные сделали очень сильный ход f5 и это вынудило белло ферзя ну вынуждает ферзя отступать в общем как то теряется темп атаки как ни странно ход e6 можно было подготовить вот таким удивительным ходом g4 но кажется что белый ничего не атакует но на самом деле идея то очень простая это бороться с ходом f5 можно но после этого после этого белые забирают эту пешку и у них ну там просто вечный шаг есть по моему как здесь получается значит берем берем здесь минутку может быть я здесь ошибся а нет здесь я ошибся здесь на f5 брать нельзя поскольку на e3 же висит с шахом ай 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 какая то у меня не сравнится здесь получается я думал что это проходит но сейчас осматриваю что нет в общем этот ход g4 что ж он тогда дает а вот что он дает в этом то положении можно пойти пойти e7 вот в чем дело да я смотрел другой ход я смотрел ладья d7 вместо взятия на b7 там тоже играется e6 в общем как то король черных раскрывается я думаю что черные это не проигрывают конечно они могут здесь и так пойти но наверное белые могут дать вечный шаг ну в общем бог с ним давайте досмотрим партию там еще много чего произошло значит после этого пришлось взять на c2 ну потеря материала конечно катастрофическая но все таки пешки выглядят угрожающе и здесь айден проявил холдокровие и сделал все правильные ходы то есть он пошел ладьей на b5 ну в общем какую то белые пытаются создать шахматную поэму двигаются вперед может быть кстати для ничей это их хватало особенно после хода короля f6 более прямолинейным решением было бы пойти конь b4 но пытаясь как то расправиться с этими пешками хотя бы ценой ладьи но материал то в общем то есть лишний можно поделиться скажем на на ладья c1 можно взять и взять но здесь уже у белых другого выхода нет как идти в ладей на эншпиль ну наверное плохой чтобы защититься от хода d8 ферзь нужно ладью убрать ну я не знаю король f3 все равно шахсов f1 есть не играет никакой роли ну наверное этот эншпиль проигранный у белых я так думаю все таки черных король очень активный то есть скажем если ладья a8 то ладья b5 а сразу короля очень резко на b3 ну там у белых конечно контр игры никакой нет ну наверное да по своему пошел король f6 после этого d7 было неудачно надо было двигать другую пешку играть надо было e7 поскольку черные все равно уже вынуждены на b7 брать и вот здесь получается что придется наверное пойти королем на e6 да и ну и тогда после ладья c1 коня уже не спасти поскольку будет ладья c8 значит надо забирать эти проходные пешки и белые конечно тогда делают ничью получается просто 3 на 3 получается что все меняется сюда ну и самое простое наверное ладья a2 так была бы ничья в цепь в цепь ошибся и после этого хода очень точно ладья d8 разумеется зевнуть никогда не поздно пойти король e7 пропустить этот шах и белые ставят ферзя на b8 ну было сыграно правильно и здесь уже ресурсы кончились теряется теряется пешка на e6 на c6 ну все что можно сделать выиграть ладью за все 4 пешки но разумеется в этом случае черных лишний конь да еще и пешка ажала ну что ж такая вот партия да очень интересная хорошая победа но как то так со стороны подумалось ну ну так получилось ладно более опытный шахматист ну полез может быть может быть зарвался где то там ну очевидно особенно когда посмотреть на партию без глубокого анализа то есть как то ну еще казалось ну что там однако в следующем туре сегодня у нас видео будет длинное так что готовьтесь загружаем следующую партию в следующем туре Айден играл против Ильи Смирина ну тоже ветеран шахматист мне очень хорошо знаком и мы встречались неоднократно на многих турнирах Илья тоже шахматист очень и очень агрессивный любит тактику любит сложную борьбу и в общем время над ним не властно многие шахматисты такого стиля если если они еще в шахматах то ну как то может быть успокоились чуть чуть поменяли стиль но к Илье разумеется это не относится он он всегда останется Илье ну и соответственно останется большим поклонником староиндийских структур вот и Е3 скромненько так но со вкусом в белом и вполне можно так играть но ничего страшного ну получилось в общем то староиндийское с довольно редким вариантом Е3 конь Е2 ну здесь вот опять же Илья пошел своим путем разумеется можно пойти было конь Е6 перейдя в классическую староиндийскую но там играют так вариант не считается очень опасным для черных но он решил конь Е7 поскольку вот в этих при этом порядке ходов черным хотелось бы не запирать свою пешку двинуть ее а потом уже за ней поставить коня то есть ну может быть с этого дела нажить пару темпов так иногда получается кстати и все по плану ну вот белое классическое встречается это дело ударом в центре здесь С6 ну С1 Е3 ну так хоть считается новинкой хотя я думаю что партии было так мало на эту тему что это не играет большую роль когда С1 вышел на Е3 очевидно что у Лизи с глазкой загорелись и он начал думать о том а как же мне подготовить ход Ф4 и сыграл он так ну естественно ферз Д2 пока больше ударов у белых на Ф4 и здесь тактическая идея этим ходом вынуждается ответ Б3 поскольку ну нельзя естественно допускать конь С4 пешку двигать вперед нельзя и после этого Ф4 вроде по тактике проходит поскольку у белых перегрузка ферзя на Д2 теперь конь С3 уже пешкой не защищен ну посмотрим что из этого получилось но вернувшись назад я бы отметил что конь Ф6 то был совершенно ну может быть это как-то показалось или недостаточно но опять же мы видим такую ситуацию что опытные то они опытные но швейцарки свои законы нужно выигрывать и когда видишь противника 14 лет еще не известного никому ну или скажем так малоизвестного рейтинг 2474 хороший для 14 лет разумеется но тем не менее еще пока не не 2800 ну лезут люди идут вперед если не выигрывать сейчас так когда же выигрывать у кого тогда выигрывать и в этой ситуации вот так вот и бывает что не фаворит добивается успеха а в общем то аутсайдер если разумеется этот аутсайдер сохраняет спокойствие сохраняет решительность присутствие духа ну все необходимые качества в борьбе и нужно сказать что айден салин майли он это показал на в лучшем виде то есть он не в один момент вот всех этих партий которые мы сегодня рассматриваем хотя и допускал он ошибки но вот видно было что он боролся и в общем все все нужные спортивные качества были проявлены в этой ситуации я не знаю но белых есть такой ход можно пожертвовать пешку на c4 но последствия совершенно не ясны в общем конь f6 это было нормально так вот что у нас из этого получилось когда было сыграно конь b6 значит илья провел свою идею и вроде бы вот он забирает материал то есть у него два коня заводил ну что в принципе при наличии большого количества фигур на доске может дать черным преимуществом вот однако же кони они должны быть хорошо расположены про коня если им это точно сказать нельзя да и конь на b6 пошел немножко не в ту сторону может быть вот я хотел привести вот один вариант после ладья d1 может быть если черные сразу решили бы заняться этим конем и вернуть его в игру то может быть ситуация бы стабилизировалась ну вот скажем ну это выглядит логично допустим черные не хотят бить на g3 у белых получится пешечная структура хорошая можно будет пешки надвигать не давать никаких полей коням лучше бы g5 и здесь скажем вот так ну разумеется проблема есть в том что где-то развития не хватает но я не уверен как этим воспользоваться на сто процентов скажем меняться идти сюда ну можно конечно не знаю черные могут и взять на h3 сыграть эту странную позицию с тремя легкими фигурами за две ладьи это всегда не ясно но ведь с этим можно и не спешить можно например h5 пойти скажем на ход ладьи h8 у черных есть тактика и они кстати сохраняют свое ну это материальное равновесие скажем преимуществом его не назовешь два коня против ладьи и пешки но тем не менее позиция может оказаться легко даже в пользу черных кто его знает не уверен я здесь в общем что тут происходит немножко мотовать конечно белого короля будет трудно но все таки король стеснен в игре не участвует но я не знаю то есть это было бы какое-то нормальное продолжение события здесь сыгранно было слон е6 что в принципе ходом выглядит очень логичным но с этого момента айден уже противника своему грозному передышки не дал он пошел ц5 немедленно ну здесь то отступать на ц8 невозможно при ферзях допускать белую ладью туда к себе я бы сказал в огород потому что за ней же в огород зайдет еще вот этот козлик на аш 8 ну и здесь уже борьба закончится этого делать нельзя поэтому пошел илья ладья аш 4 но это в его стиле то есть продолжая тактическую борьбу последовал ладья д6 ну ход на самом деле хоть и логичный но довольно трудно его сделать поскольку на самом деле белый ведь ничего не атакует ни коня на б6 ни слона на е6 бить пока нельзя ход тем не менее очень сильный очень правильный перекрывая черного ферзя и в общем нарушая эту гармонию между ладьей на аш 4 который теперь выглядит ну как то в общем не суразно не к месту ну вот скажем если был бы сделан такой ход который опять же компьютеры считали сильнейшим ну радости тут никакой нет смотрите теперь уже под угрозой и слон на е6 и ладья на аш 4 в общем лишняя фигура здесь как то не чувствуется особенно если посмотреть на это ладью на а8 у белых скорее всего большой перевес но после хода конь д7 последовало решительно и в 4 теперь просто выиграна уже без разговоров ну непонятно вообще куда здесь ходить поскольку если отступить своном на f7 то по моим подсчетам значит атакуют этого коня потом атакуют ладью а потом ставят свона на d4 и ставят мат ну то есть все как то идет само собой но опять же я не хочу сказать что все это очень легко вообще было разумеется это легко когда уже видно все это за доской это все далеко не так и опять же нужно отдать должное выдержка их на крови молодого спортсмена действовал он просто на загляденье после свона аш 3 дал шах разменялся ну и зашел на е6 вот вам и двойной удар ну здесь выяснилось что ферзя придется отдать так они повторили тут ходы но в принципе f5 то было сыграно напрашивающийся ход после этого все разваливается разумеется при таком короле бороться с ферзем невозможно с лишним ферзем борьба завершилась победой белых ну вот так вторая подряд но здесь наверное уже все таки у прятки ли с глаза да у у всей публики болельщиков которые смотрели за турниром и противников ну как же так значит действительно молодой мало кому известный шахматист вот начал выигрывать наверное уже в этот момент и гроссмейстерская норма была уже вполне достижима ну вот восьмой тур в восьмом туре еще один грозный противник может быть самый грозный из всех иранец Пархам Масудву ну опять же интересно шахматисты в принципе очень похожего стиля вот Дурар Бейли смиренные Масудву они атакеры агрессивные шахматисты лезут вперед то есть им ну наверное они в любой ситуации против любого пошли бы вперед особенно в конце турнира когда есть еще шансы выиграть турнир или там зацепиться за хороший дележ первого места но здесь вдвойне все это было вдвойне движение вперед вот такой интересный выбор дебюта да классика отказанный ферзевый гамбит да еще с ходом слон е7 чтобы в белом ну труднее было получить стандартные позиции Карлсбада тогда слон f4 вот конь f6 и все это конечно игралось там много раз вспоминается партия из матчей Карповова с Каспаровым разумеется ну вот ход слон f5 ну на самом деле возможен и немножко странно было что Масудву по крайней мере произвел такое впечатление что он был с этим ходом вообще не знаком но ферз b3 то он пошел разумеется это логичная реакция на ход слон f5 атаковать на b7 но когда было сыграно конь c6 что теория ничего нового пока нет обычно белые в этой позиции играют сдержанно борис гельфанд ну многие другие ходили здесь просто а3 ну считая так что в общем то мы не за пешкой пошли мы так притворились вынудили ход коня на c6 конь стоит плохо на c6 то есть невозможно играть карлсбадский вариант когда у тебя нет вот этой нормальной пешкой структуры цепи с b7 на c6 на d5 то есть да черные подходят этим конем но c6 это на самом деле можно так черными играть поскольку если белые пойдут b4 то вот эта позиция после жертвы пешки на самом деле у черных неплохая то есть они конечно хотят пойти свон c4 создать белым трудности с развитием а самое главное что есть вот эта вот контратака на ферзовом фланге на самом деле здесь разумеется борьба если бы пошли на этот вариант ну неизвестно как бы все обернулось но для этого белые должны были должны были быть готовы к этому мусору видимо не был готов потому что он пошел забрал пешку на b7 что в общем-то достаточно давно уже известно что это не так для белых хорошо все это было все это было сыграно здесь он взял на c7 но когда-то очень давно игралась партия между Яном Эльвестом и Артуром Юсупом то есть тогда они еще не были ветеранами не были убилены сединами и так далее и в общем помню я очень хорошо те времена поскольку встречался неоднократно за доской с вышеупомянутыми шахматистами и Эльвест пожертвовал качество ну ожидая наверное что он его отыграет ну он действительно отыграл но вот только получилось что не за того свона пешка b2 потерялась где-то потом а3 висит ну в общем кажется что у белых лишний материал большой такой две пешки ну развития не хватает и в общем то эта позиция скорее в пользу черных честно говоря ну ладно сыграл ферзь бьется 7 две лишние пешки ну так так вот вот интересная была партия между двумя девушками осмак против буксы было сыграно здесь g4 ну вот наверное ход интересный поскольку белые пытаются выиграть время для развития как-то отвлечь черные фигуры ну разбираться мы там не будем дело такое но судьбу пошел f3 и видимо он предположил так что будет сыграно конь бьет a2 сюда конь бьет c3 тогда он сделает любимый ход янел веста но уже в этой ситуации черным качество отдавать нельзя а идти то особенно некуда но если это ладья куда-то отступит там ну скажем на е8 белые могут надежно вывести своего коня разменяться в общем то если кто-то рискует здесь так это черные поскольку пешка разумеется за проходную пока считать нельзя а скорее за слабость да и d5 недостаточно защищено ну вот все то оно может быть и так но черные разгадали тайну этой позиции и был сделан совершенно блестящий ход а5 но главная идея его в том чтобы отобрать это поле а6 и белым дается возможность сохранить пешку а но им не дается возможности закончить развитие вот так сюда но уже черные могли и просто взять на е2 и завести ладью вглубь это тоже позиция была бы для белых очень неприятной но и слом b4 достаточно неплохо ну по крайней мере с точки зрения уравнения игры и здесь по идее если бы все было бы нормально то партия закончилась бы в ничью после нормального ухода ладья а3 но это возвращается назад ну и это возвращается назад но ничья что такое ничья в восьмом туре швейцарки ну вы же все шахматисты вы понимаете что это такое ну займешь то там делешь пятого места получишь это никого не интересует свои законы поэтому было сыграно ладья а2 и здесь ладье пришлось довольно кисло ну что можно было конечно попробовать ее отдать можно было сыграть так и пойти в этот момент просто аккуратненько слон е2 ну разумеется только черные играют здесь на выигрыше да и в общем шансы шансы будут линия c есть ладьи вторгнутся да пешку на а4 конечно белые защитят но выдержат ли они давление против своего короля и на движение черных пешек об этом трудно судить играть будут только черные но после ладья а2 стало еще хуже все таки на едва нужно было слоном выходить такая вот тактическая попытка ну с тактикой у молодого шахматиста все в порядке то есть он зевать он ничего не намерен скажем вот такого рода ерунду но сыграно было очень уверенно слон е1 шах и ладья bc2 но теперь белый король который уже прошелся взад вперед аркероваться не может на эту атаку можно не обращать внимания ладья c3 это было сыграно не за тем чтобы забрать на е3 а с тем чтобы ходу слон c5 не перекрыл ее а теперь это ладья придет на поле c1 с матом вот такие вот дела третья победа к ряду все три одержанные в тактической борьбе где противники ну скажем так зашли слишком далеко в своих агрессивных истремлениях наверное это в общем-то и логично в этой ситуации разумеется если я правильно все посчитал и посмотрел поскольку я официальных результатов турнира нигде еще пока прочитать не мог но решил уже записать это видео если действительно Айден Сулейман Ли занял первое место и поедет в Дортмунд если это действительно традиция продолжается ну как говорится там посмотрим но я думаю что турнир в Дортмунд от этого не пострадает я думаю что внимание к турниру будет даже больше когда такая восходящая звезда там появится ну что ж поздравляю поздравляю Айдына его его тренеров вообще все азербайджанские шахматы с с таким просто блестящим выступлением и будем смотреть будем любоваться спасибо вам большое за то что вы здесь со мной смотрите мои комментарии ну я пока не могу вам обещать что будет дальше разумеется у нас турнир претендентов на подходе очень надеюсь что я смогу для вас поработать до свидания с вами был гроссмейстер Алексей Ермолинский